Всем привет! Мы находимся в Леруа. Вот он, этот целенаправленный мужчина. Надо найти огромного по унитазам. Да, мы выбрали унитаз. Сейчас будем его загружать в телегу. Саша сходил за телегой. Мы были в Леруа и в Бао-центре, уже везде посмотрели, где можно. Наконец-то выбрали, сейчас пойдемте посмотрим. Если бы получилось чуть-чуть хотя бы подвинуть, мы бы поставили тогда вот эту инсталляцию. Короче, да, мы думали по поводу навесного. А так там получается вообще никак. Даже если я полночного, то ничего не делали. Да, просто сделано так, что у нас на 25 сантиметров бы выступал этот, как это назвать? Короб. Короб, да. Поэтому мы ставим не навесной унитаз, а такой классический. Как один шкаф уже получается. Да, вот так он выглядит. Коробом такое не назовешь уже 25 сантиметров. 27 сантиметров вот такое. Да нет, это очень много. Вот такой шкаф. Просто некрасиво. Его невозможно... У нас такая конструкция в доме. В общем, так сделали тупо, что нельзя его не встроить в стену. Я считаю, вообще только так должен быть подвесной унитаз. Вот смотри, как ему удобно. Ну или с минимальным коробом. Максимально удобно, видишь ему. Вот так вот выглядит, в общем, наша модель. Максимально прикрыт. Вроде как современница. Не смотрите пчелку, говорят. Сейчас покажу его еще. Самое интересное, это Леруа, кстати, магазин. Вот они. Их всего несколько с вот таким вот выпуском симпатичным, объемным. Все в основном на тонкой ножке. Вот этот нам очень понравился, но он только черный. Тащишь? Тяжелый. Вот, а наш, вот он. Называется Лисо. Стоит он 11 870. Ну, если вдруг кому интересно, вот так выглядит. По мне так стильненько, симпатичненько. Ну, как для унитаза на ножке, конечно. Вообще, изначально, разумеется, мы планировали делать его навесной. Но поскольку вот такая особенность, строители просто тупейшим образом расположили трубу. И никакого просто варианта, кроме короба в 27-28 сантиметров, нет. Такой короб мы не захотели. Ну, поэтому выбрали, в общем, такую модель. Я считаю, что тоже красиво. Просто неохота так сильно заморачиваться, да, с этим всем. По-моему, и так будет здорово. В общем, мы выбрали тот, что нравится. Мы смотрели... Ау, как шумно. И в Боу-центре, и в Леруа. Вот, но в Боу-центре вообще ничего подобного не пишет. Мы еще прикладывали свою плитку белую, потому что мы ее тоже в Леруа берем. Белую матовую настенную, чтобы хорошо смотрелось. И, помимо всего, у него цвет. Он не белоснежный. У нас плитка, она тоже не совсем уж белая. А он такого, как молочного чуть-чуть оттенка. Не знаю, сейчас на камере это видно или нет, но он отличается. Так, и внутри покажу. Крышка еще, кстати, матовая. У нас матовая плитка, и это тоже для нас важный момент. Удобно. Что здесь снимается? Вот сюда нажать. Пробовал, снимала. Снимается крышка. Можно ее убрать, помыть. Ну, в общем, тоже вполне удобно. Здесь резиночек сейчас нет. Так. И вот эта крышка. Вот так выглядит. Крышечка тоненькая, аккуратненькая. Вот такой слив. Здесь еще какая-то такая вот штучка. Не знаю. Для хорошего слива, в общем, что-то сделано. Вот такой вот красавчик. Такой вот монутаз мы выбрали в итоге. Буду вас держать в курсе. Только что-то соберемся. Ну, сейчас для ванной комнаты мы все купили, да? Ну, краны. Осталось только краны. Зеркало. Зеркало. Бушевую, зеркало и столешницу. Вот. Ну, основное уже куплено. Плитку, кстати, и керамограниц, Саша забрал напольную и настенную плитку. Уже все там у нас находится в обдоме. Такая шинная телегата у мужика. Ты чего, призадумался тут? Смотрю, что у меня самый красивый. Да, самый красивый выбрал. Сейчас мы поедем, завезем его домой. Да. Вот. В смысле, в дом. И потом поедем в квартиру домой-домой. Сейчас уже вечер. И продолжу я влог. Наверное, уже в доме. Там покажу, что происходит. Так, мы его проверили. Сначала буквально на касте, потом вот здесь вот у зоны. Ну, где вот упаковка. Теперь это его заклеивает обратно. И все, можем ехать с нашим другом новым. Сейчас поедем, отвезем его. Что? Я еще подумал про эти штуки. Буквайка, да, блин. Блин. Ну, разрежь и туда-обратно. Да, шиш. Такое дело, там просто в ремонте, знаешь, лучше пусть все будет на одном месте, как сказать. Все комплектующие. Мы там проверяли. Дубль два. Доволен? Да. Да? Классный. Хорошо. Мы довольны. Доехали домой. Блин, на улице холодрыга, пипец. Вообще, ветер сегодня такой. Очень холодно. Да, да, аккуратно. Сейчас все отключится. Саша, я вернусь к вам. Стройка полным ходом. Кстати, меняем балки вот тут. Балки были влажные, поэтому... Вот. Заменяют нам их на сухие. Тут вообще дома просохнуть, сами понимаете, после зимы это весьма и весьма такой процесс. О, кучкой кусик покажем. О, кстати, нам установили кондиционер. Смотри. Ура. Смотришь? Темно, правда. Ну, смотрю. Это сушка. Ага. Просушиваем. Это? Поставили кондиционер. Вентилятор. В предсистему. Ага. Классно. А у нас тут будет стол обеденный. Что? Какой режим? Печка. Да. Тепло. Прикольно. Да. Классненький, в общем, кондиционер. В общем, он у нас работает, просушивает тут всякое. Да. А это? Холод. Да. Классно, по цветам. Да, супер. Да, здорово. А сушилка фиолетовая. Ну, я покажу потом днем, сейчас вообще ничего не видно. Лампочку-то видно? Ну да, лампочку видно, как светится красиво. Да. В общем, все тут заполонено. Вот он, наш керамогранит. Он под мрамор. Там наша ванна. Сейчас еще вот унитаз Саша занесет. Короче, блин. А, вот плитка, она стенная. Это клей плиточный. В ванной пока еще особо перемен незаметно. Но они есть. О, спасибо, свет включил. Перенесли трубы под раковину. В общем, всякое-всякое, по чуть-чуть дело движется. Да. Уже скоро. Уже для ванны практически все куплено, так что уже скоро. Пишите, что вам интересно. О чем подробнее рассказать. О чем мечтаете. О чем мечтаете вы. Да. О чем меньше. Может быть, хотите, чтобы Саша отдельно вам заснял более ремонтные влоги, допустим. Будет ли это актуально и насколько интересно. Ну, в общем, да. Я показываю все по карту. Как было, как стало. Вот. Все постепенно у нас тут движется. В общем, остаются из покупок для ванной буквально самые мелочи. И начинается уже основной, так сказать, ремонт. Наша задача сделать первым делом ванную комнату. Затем стены. Стены подготовлены здесь очень хорошо, поэтому их чуть-чуть финишной нужно будет нам зашпаклевать, потому что у нас под покраску стены. Если бы обои, то можно было бы просто сразу клеить. Вот. Мы же грунтуем, чуть-чуть защищаем и уже можно будет красить. Затем укладываем полы, в нашем случае ламинат. Везде, кроме ванной комнаты, здесь будет керамогранит. И делаем кухню и переезжаем. Вот такой вот многообещающий план. Саша закрыл второй этаж пока, чтобы хорошо просушивалось. К нам, когда вешал мастер-кондиционер, сказал, что внутри пиноблок еще влажный. Ну, конечно, сейчас еще рано. Когда настанет жара, дом просохнет. Но сейчас, как можем, так и просушиваем. В общем, всем прекрасного дня. Пишите, что вам интересно было бы увидеть. Всем счастливо и всем пока-пока.